Сегодня мы с вами поговорим про современные архитектуры, ну как современные, уже можно назвать их классическими архитектурами нейронных сетей, про их эволюцию, и также про то, какие штуки в нейронных сетях можно попробовать посмотреть глазами, какие выводы из этого можно попробовать сделать. Значит, материалы я брал напрямую из некоторых статей и, собственно, в основном опирался на рассказ Антона Конушина в шаде про как раз вот эти же две самые темы. Но перед этим у меня есть еще два долга перед вами. Это рассказать про слой batch normalization и про алгоритм обратного распространения ошибки. Так, помните, мы в прошлый раз с вами видели такой слой, который тоже занимался какой-то нормализацией на каком-то локальном участке, выравнивал значения так, чтобы не было по всей картинке сильных градиентов и слабых. И Николай, да, ведь правильно заметил, что когда вопрос из зала был, является ли это слоем batch normalization, как правильно заметил, что нет, это не batch normalization слой, а batch normalization слой делает немножко другое. Вот у вас есть batch картинок, который проходит через слой. Ну, у вас обучение все, ну не все, если вы можете, например, мы с вами в прошлый раз раз забирали алгоритм mini-batch SGD solver, который использует некоторый набор картинок, пропускает их через сеть и на этом наборе считает градиенты. Вот. Дело в том, что, проходя через веса, картинки, ну вообще картинки имеют там разную яркость, дают разные совершенно... Ну, то есть в результате умножения на веса каждых, в результате свертки у нас получается свертки лежат в разных динамических диапазонах для картинок, которые в одном batch'е идут. И хорошей идеей является привести этот диапазон к одному нормализованному диапазону. Вот. Собственно, делается так. Мы берем слой, который... у которого на входе есть какие-то иксы, то есть свертки со слоем. Но выход из этого слоя, это мы эти свертки преобразуем с помощью сдвига в центр масс и нормализации на дисперсию в более компактный вид. То есть, понимаете, да, что происходит? Да, да, но тут еще, как в статистике, но тут еще, помимо всего прочего, есть еще два замечательных таких аргумента. Это гамма и бета. Это два параметра, которые тоже можно тренировать. Вот. Вопрос. Какими надо выбрать гамма и бета, чтобы у был торжественно равен иксу? 1, 0 неправильный ответ. Иксу, а не икс с домиком. Вот. Ну, вот это, по сути, дисперсия эпселона. Это какой-то совсем маленький... совсем маленькое слагаемое, которое мы можем не учитывать. По сути, да, гамму надо взять равный сигме, а бету надо взять равный мат ожиданию. Вот. Хорошо. Понятно, что делается? А гамму бета на столяр? Ну, да. Да. Два параметра, их можно тренировать. А, вставляет, собственно, перед активацией этот слой. То есть у нас свертка, потом мы делаем нормализацию, и после нормализации уже делаем активацию. Ну, relu, либо любой другой активационный момент. Хорошо. Теперь про backpropagation. Давайте введем некоторое обозначение. Давайте весами, W, с индексами G, K и L. Это G, K, L. Обозначим веса, которые соединяют, собственно, с ребра из L и L-1 слоя. То есть нейроны из L и L-1 слоя, стоящих на позиции G в L-1 и K в L-1 слое соответственно. Правильно? Тогда мы можем посчитать, чему будет, ну, выразить активации каждого нейрона на каждом слое через вот такую формулу. Где сигма — это какая-то функция, ну, собственно, активации. Давайте конкретно для этого алгоритма договоримся, что мы будем говорить про сигмоиду. Это проще. Но это может быть любая функция дифференцируемая, то бишь relu или гипербарический тангенс, или какие еще есть? Кто-нибудь помнит? С прошлого занятия. Max out. Да, это максимум между двумя линиями. Еще? Ну, там подможен, такое разновидность relu в некотором смысле. Какая, как называлась? Licker relu. Ну, которая поворачивает нулевую. Хорошо. Так, что у нас? Работает, нет? Чуть-чуть назад. О, куда мы его скачкали. Давайте посмотрим. У нас есть какая-то функция c, которую мы хотим оптимизировать. Функция потерь. Cost function. Давайте посмотрим, что будет, если мы в каком-то нейроне перед активацией добавим ошибку delta z. Ну, понятно, да? У нас есть какой-то нейрон. То есть представим, что у нас там отличная нейросеть, хорошо натринированная. Есть какой-то нейрон в каком-то слое, нейрон g в слое l. Он влияет на cost function. Понятно, да? Когда мы пропускаем через него сигнал, дальше сигнал проходит измененный и как-то влияет на cost function. Изначально у нас cost function был вообще оптимальный, хороший, но мы добавили ошибку delta z. То есть у нас была активация от z, да, мы считали ее, а станем считать от z плюс delta z. Вот. Мы можем приблизить в некотором смысле то, как влияет наше изменение вот этого z на итоговую оценочную функцию через вот это вот соотношение. Частную производную dc по произведению внутри этого нейрона линейному, домноженную на delta z. То есть чем больше delta z, тем больше влияние. Ну, тут понятно, производная берется в чистую. Понятно, да, что это приближение работает? Какое бы приближение было, например, там следующее? Ну, какое-нибудь квадратичное, да, в зависимости от delta z. Хорошо. Давайте тогда, исходя из вот этого нашего понимания про то, как ошибка изменения линейной комбинации предыдущего слоя с весами на этот нейрон, обозначим ее через вот такую функцию delta. Ну, соответственно, чем больше у нас это, чем больше этот нейрон имеет вес, большую связь с этим, ну, больше будет эта производная. Ну, так, рукомахание. Но мы можем сделать тождественное равенство, приравнять как бы математически, никаких проблем с этим нет. Мы можем продифференцировать нашу функцию потерь по переменной z в этом нейроне. Математически ничего плохого в этом нет. Хорошо, значит. Давайте посмотрим на то, как мы вообще могли бы вычислить все эти наши дельты. Секундочку. Тут... Тетрадочку на всякий случай. Тут он слайд, в котором есть какие-то основные равенства. Давайте посмотрим на то, как ведет себя вот эта дельта на последнем слое. То есть у нас есть нейросеть какая-то, да? Это иксы. Это слой L. Это там слой L минус 1. Это слой там будет у нас L большое. L это последний в данном случае. Вот. Наша конечная цель посчитать... Наша конечная... То есть задача про... Наша основная задача оптимизировать веса. То есть найти момент, когда у нас веса такие, что наша целевая функция оптимальна. Мы это делали с помощью градиентного спуска. У градиентного спуска есть такие слагаемые. Ну, так, множитель, который стоит... То есть мы меняем веса на V, плюс равно, а дальше идет вот эта частная производная с каким-то коэффициентом, со скоростью, которая была лернинг рейтом, ну, там, в обычном градиентном спуске. Без адаптивности, без моментов, без всего. Так? Хорошо. Давайте попробуем вот эту функцию каким-то образом выразить через эти наши дельты. А эти дельты мы попробуем посчитать, зная, как ведет себя функция сигма, функция активации. То есть наша цель выразить вот конечный итог такой, что у нас есть какие-то там активации на L-1 слое, мы их домножаем в дельты на L-1 слое, и такой вклад как раз будет давать частная производная по конкретно этому весу. То есть, смотрите, мы считаем не частную производную непонятно чего, да, вот это вот, это конкретно частная производная по какому-то конкретному ребру. Понятно? Вот. У нас есть дельты, вот это вот, L, это житое, да, пускай будет. Вот это ката. Итого, как можно выразить то, насколько ошибка вот тут влияет на C? Ну, вроде это несложно. Давайте покажем, что она будет равна как раз частной производной по активации последнего слоя, домноженной на производную функции активации. Как вот тут вот. Значит, зачем у нас там дельта L житое равна, давайте на память, какой частный производный? Ну, на предыдущем слайде были, мы обсуждали, что мы должны поставить. Не читерить, не смотреть предыдущий слайд, у кого есть слайды. Не помните, да, как мы вводили дельту? Ну, понятно, что тут функция. А тут что? Да, Z. А с какими, собственно, индексами Z? Ну, JL. Хорошо. У нас известно, что есть последний слой. Правильно же. Давайте. Воспользуемся правилом цепочки и запишем вот это дельта L житое, как ДС по ДА жи ЛТ на ДА жи ЛТ, деленное на Д… о, в смысле, по ДЗ жи ЛТ. Правилом цепочки нам никто не запрещает. Правила цепочки уже вы знаете, да, измотана. То есть мы заменили вот эту частную производную на комбинацию двух таких частных производных. Давайте посчитаем вот эту вот вещь. Это будет… Чему равно… Чему равняется АЖЛ? АЖЛ равняется… Сигма на… Z… А, ну, собственно, сигма… Мы же Z вводили как как раз произведение плюс БАЭС. Сигма Z же Л. Ну, и тут, в общем-то, понятно, откуда получается такое соотношение. Что дельта Л, ну, то есть это в чистом виде как раз равняется сигма штрих. То есть получается дельта Л по АЖЛ равняется сигма штрих на ДЦ по ДАЖЛ. А мы можем посчитать ДЦ по ДАЖЛ? Чему будет равняться? То есть нам нужно взять градиент С по активации с последнего слоя. Можем это как-то сделать? Чему равно С? С у нас непосредственно равняется активация минус какая-то норма активации минус таргет. Ну, так, сумма по всем Ж в последнем слое, так? Правильно же? Ну, это может быть Л2 норма или Л1. Там даже, ну, вторую берут, чтобы красиво производная получалась. Вот. Если возьмем Л2 норму обычную, да, то получается, что у нас ДЦ по ДАЖТому в последнем слое равняется как раз АЖЛ минус YЖТ. Так? Ну, то есть, по сути, мы выразили нашу ошибку в последнем слое через вот эту вот сигму. Ну, мы знаем как, мы знаем функцию активации сигмы, да, то есть мы можем вычислить ее производную, ну, численно. Плюс, даже не численно, можем четко вычислить, потому что мы знаем форму функции. Все Z мы тоже знаем, потому что мы считаем прохождение вперед, когда. Да, мы все эти Z считаем, мы их просто сохраняем в памяти. И для того, чтобы пересчитывать градиенты, ну, нам элементарно нужно будет просто в производную подставить вот эти Z, которые мы где-то там у себя сохранили. Итак, того, в принципе, мы знаем, как у нас последний слой влияет на итоговую функцию активации. Так, сейчас я посмотрю, чтобы не наврать. Хорошо, давайте теперь попробуем выразить ошибку на предыдущем каком-то слое через ошибку на следующем слое. Интуитивно это как работает, что у нас есть какой-то сигнал, который проходит через нейрон. Если у нас есть какая-то ошибка, то получается, что на предыдущий слой через эту, можно сказать, линейную составляющую ошибки через предыдущий слой и в зависимости от величины там и самой активации ошибка дойдет в каком-то виде до нашего конкретного слоя. Ну, конкретно можно… Блин, сейчас непонятно, сейчас еще раз. Вот, смотрите, у нас есть какой-то L+, давайте, L+, первый слой и L-тый слой. У нас есть ошибка, известная на L+, первом слое. Ну, пусть мы знаем на L, пусть мы знаем на L+, первом слой ошибку. Тогда как ошибка на L+, первом слое повлияет на L-тый слой? Ну, банально, у нас есть какой-то вес, который связывает нейрон вот тут и нейрон вот тут, правильно? Ну, плюс ко всему, в принципе, этот нейрон связан со всеми там в обычном перцептроне этими нейронами, правильно? Это получается, что мы можем взять ошибки, которые вот тут вот, да, домножить их на веса, которые соединяют эти ребра, и это будет каким-то коэффициентом этой ошибки. Но на что надо еще домножить? Не в чистом же виде взять эту ошибку, потому что нейрон после прохода, он как-то активируется, поэтому надо взять еще производную активацию, домножить ее линейно на вот эти вот составляющие веса, и тогда ошибка отсюда повлияет конкретно на этот нейрон именно вот так вот. В принципе, вот это вот, ровно в счете тут и написано. Мы взяли веса, которые соединяют у нас каты и нейрон, но тут нет индекса k, но можно везде просто каты и индексы поставить. Взяли нейрон, который соединяет у нас, по сути, это векторное выражение, то есть у нас дельта L, это там ошибки во всем слое, и мы можем проиндексировать по конкретным индексам. Получается, у нас есть какая-то ошибка на L плюс первом слое, мы домножаем ее на вес, с которым соединены ребра, и домножаем на производную активацию. Почему на производную активацию? Потому что у нас сюда же сигнал приходит не в чистом виде, как произведение ошибки вот этой на веса W, у нас еще после этого есть какая-то функция активации σ, правильно? То есть у нас сигнал доходит не целиком до этого нейрона. Мы его каким-то образом тушим нашей сигмоидой. И поэтому, а сигмоида, собственно, зависит у нас, считается от вот этой функции z, которая является там произведением W на активации предыдущего слоя. Так? Ну, интуитивно вроде все сходится. Хорошо. Значит, если мы знаем, как выразить активацию на L слое, знаем, как выразить активацию на последнем слое, и знаем, как через эти активации выразить активацию на предыдущем слое, было бы неплохо доказать такое соотношение, и тогда уже получить, что мы можем посчитать частные производные кос-функции по каждому весу непосредственно через вот эти дельты. Дельты, понятно, как считать. Считаем на последнем слое и уже рекурсивно посчитываем обратно. Потому что все из этого нам тут известно. Да, если у нас sigma — это сегмоида какая-нибудь 1 делить на 1 плюс e в степени x, ну, не какая-нибудь, а полная конкретная сегмоида, то sigma' будет равняться… Ну, в общем, там будет минус e в степени минус x на 1 плюс e в степени минус x, а это равняется, по-моему, sigma от x на 1 минус sigma, да? На 1 минус sigma от x. Вот. Это можно вывести легко, только тут квадрат. Хорошо, тогда нам осталось показать только вот это вот последнее соотношение, что частная производная по весам равняется a l минус 1k на дельта g l. Ну, как тут можно поступить? В общем, это очень просто. Давайте вспомним, чему у нас равняется дельта l житая. равняется… через частные производные равняется dc по dz. Ну, отсюда напрашивается, что давайте подставим это туда. Получается, нужно показать, что у нас dc по dv. dc, я буду писать без индексов, потому что так проще. Важно только l, ты помнишь, индексы. Равняется a l минус 1k на dc по dz. dz, lt, так? Хорошо, ну давайте тогда попробуем вот эту заменить через правило цепочки, подменить сюда, ну, dc по dz поставить. Тогда получается, что у нас надо показать, что dc по dz, lt на dz, lt по dv, lt равняется a l минус 1k dc по dz, l, так? Ну, вот это сокращается. Нужно показать, что вот это равно вот этому. Ну, давайте запишем, чему равно z через w. Ну, у нас получается... Я выписывал это, нет? Вот из этого. Давайте, чтобы всем было наглядно. У нас z равняется... Забьем на bias. Ну, это он ничего особо нам не дает. d, lt на a, l минус 1k, t, k, t. О, чудо! Ну, возьмем dz по dw, а тут просто ашки идут как линейные коэффициенты, как раз l минус 1 слоя. Неплохо. Понятно? Давайте. Вот тут, в принципе, должно быть все понятно на доске, кроме моих каракуль. По крайней мере, про то, как я рассказывал, вы должны понимать доказательства. Все вот эти соотношения, их какую-то... Давайте так, вы должны сейчас проверить себя, что вы понимаете, что значит каждый символ тут. Вот я, например, не ввел вот эту штуку. Но это неважно. Это просто для того, чтобы как раз записать в векторном виде мы... Это покомпонентное произведение. По сути, просто для каждой катой компоненты мы будем брать катую составляющую отсюда, катую составляющую отсюда и просто перемножать их. Вот. Значит, вы должны понимать все символы тут, вы должны понимать семантическую значимость функции ошибки, что такое ошибка на l-том слое, и понимать, как посчитать для любого w вот эту вещь. Если что-то из этого вам непонятно, поднимайте руку, мы еще раз проговорим. И вам должно быть понятно, как это запрограммировать. Хорошо. Ничего не понятно? Я боюсь, что сейчас у нас не будет семинара, и будет продолжение этой лекции, и сейчас следующая лекция. Потому что я на это думал минут 10 потратить. Ну вот, это, может, в таком виде будет проще. Да, но разве l не должно быть уа стоять? l уа стоять? Какое? Так, давайте еще раз. Вот, ну, в этом виде понятно? Так, какой пациенту какого должен стоять? l в данном случае это последний слой, это важно? Вот этот? Окей, ладно, хорошо. Ну, это сворованная штука. В общем-то, вот так вот можно посчитать. В принципе, это разницы особо нет. Мы тут даже писали, чему равен ошибка для каждого житого нейрона в последнем слое. Ну, вот эта штука очень просто считается, потому что цена непосредственно связана с последним выходом. Мы знаем, что есть вот эта вот функция, продеференцировать ее по альтовому, туда не составляет. Кстати, давайте в Крижевского сети что будет в роли альтового? Будет в роли альтового? AlexNet. Сеть, которую мы на прошлой неделе разбирали подробно. Кто-нибудь вспомнит? Ну, какие там? Сначала досверточные слои, потом полносвязные, потом SoftMax. SoftMax дает вероятности, правильно? Того, что картинка является элементом какого-то класса. Мы сравниваем с вектором, по сути, вектор вероятности сравниваем с вектором 0,0,0,1,0,0,0,0, правильно? По сути, берем их разницу, и это и будет dc по d, a, альтовому. Там еще правильный логарифм. Да. Sorry, логарифм. Ну, лосс у нас просто оценочная функция не просто такая, а через логарифм. Да, правильно. Ну, там не просто через логарифм. Там еще регуляризацию можно добавить, и тогда еще кое-что добавляется. Но в целом, хорошо. Все. Я считаю, вопрос к бэк-пропагейшнам можно закрыть. Кто так не считает? Поднимите руку. А как его использовать для всяких RELU или там что-то другое? Ну, а чего RELU? У нас нигде нет информации о том, что это сигмоиды. Я просто показал вот тут конкретно, как можно посчитать сигму штрих. Если у нас сигма — это RELU, то сигму штрих от x равняется единице или ноль. Нет, не пользовались. Я просто показал, что ее можно посчитать, просто подставить сюда значение z. То есть посчитать производную — то же самое, что посчитать саму функцию, потому что мы знаем вид производной, нам не нужно численно ничего прикидывать. Вот. А сюда даже ничего подставлять не надо. Просто понять больше нуля, меньше нуля. Все. Теперь давайте такой еще факт. Мы говорили с вами в прошлый раз, что у нас есть функция активации сигмоида, и если у нас активации слишком сильные, то сеть начинает учиться медленно. Где из вот этих всех выкладок, ну, или вот тех выкладок, как это можно попробовать на пальцах объяснить, кто-нибудь может попробовать? Потому что у нас большая активация, то сеть будет учиться медленно. Или очень слабая активация. Тоже медленно. Да. Да. Понятно? То есть если у нас есть какая-то активация, которая слишком большая, то производная в этом месте будет очень близкая к нулю. Можно это банально показать просто по виду самой функции сигмоида, да? Ну, я не очень честно нарисовал. Тут единица. Да, если очень большая активация, то это у нас где-то вот тут. Тут производная уже почти вышла на плато, то есть почти равна нулю. То есть по компоненту вот тут мы ее домножаем, и получается, что в зависимости от того, какие у нас там были веса или ошибки, веса на предыдущий уровень скатятся с очень маленьким весом. Ну, и по сути сильно будут затухать, и изменения будут небольшие. Понятно? Вот. Хорошо. Что-то вы не воодушевлены, как будто есть какое-то недопонимание. Ну, берем, считаем на последнем уровне. Дальше считаем итеративно. Все. Ну, может быть, просто нейросеть — это не ваше. Так, теперь проговорим про тему в сегодняшний век. Значит, весь семинар сейчас не будет, извините, все, кому обещал семинар. Вот у нас сеть Крижевского в некотором таком представлении не совсем честна, потому что в оригинальной статье там есть сеть и дубль этой сети, они работают в некотором ансамбле, мы будем смотреть на прямой проход. Вот. У нас есть картинка. Дальше. Давайте все ли вы слова помните отсюда? Что такое страйт? Когда окно… шаг, двигай окна. Хорошо. Что такое max pooling слой? Прореживание. Ну, мы идем некоторым… Не обязательно разбивать сетку, мы можем идти, в принципе, довольно большим окном. Просто из этого окна на следующий слой мы берем максимум из этого окна. Если мы говорим про прореживание, да, которое берет там каждый второй элемент, это значит, что мы пошли окном 2 на 2 с шагом 2 просто. Ну, как раз получается такого рода сетка. Можем пойти окном 3 на 3 с шагом 2. В принципе, тоже брать максимум. Хорошо. Дальше. Что такое full connected layers? Тоже все помнят, я надеюсь, да? Отлично. Что бы можно было пробовать визуализировать? Вот загнали мы картинку. Давайте попробуем визуализировать активации. Что такое активация? Это то, что у нас в каком-то слое в качестве значений присутствует в тензоре. После первого слоя, ну, видно, что у нас есть какие-то градиенты. Вообще видно хоть что-нибудь? Хорошо. Есть какие-то градиенты, какой-то шум. Ну, видно, да, что, в общем, взьмем какую-то структуру, какие-то края пытаемся выделять, какие-то особенности. Но в целом ничего такого. На слои, которые совсем глубокие, типа пятого, непонятно совсем ничего. Но что, какую особенность интересную можно выделить, глядя на эти активации? Что эти активации, они довольно компактно размещены на самом, ну, на самой, в самом тензоре. Что вот это вот, если тут они не всем некомпактно размещены, то тут они уже размещены очень-очень компактно. И нам в дальнейшем, в принципе, это наведет нас на некоторые мысли. Ну, и хорошо, что у нас довольно много нулей. То есть, значит, можно говорить про то, что сеть, она берет что-то… Ладно, давайте, важно про то, что она компактная. Давайте теперь посмотрим, как можно было бы визуализировать веса. Ну, веса — это вот эти вот веса. То есть, это активация, это то, как мы пропускаем картинку, дообнажаем на веса, берем сигму, смотрим, что у нас получается. Вот. А тут мы смотрим сами веса. То есть, сами веса — это тоже в некотором смысле такая матрица. Ну, в целом, для первого слоя понятно, а там для второго уже совсем непонятно и неинтересно. Первый слой мы с вами обсуждали, что это похоже на фильтр Габора. Давайте теперь попробуем взять какой-то фильтр и посмотреть. Ну, какой-то глубокий слой после какого-то сверточного фильтра или… после какого-то сверточного фильтра дает какую-то активацию. Давайте посмотрим на те участки изображения, которые связаны с областью максимальной активации. То есть, у нас есть вот эта вот карта. Мы пропустили изображение. Ну, допустим, вот с пятого коволюционного слоя, вот тут у нас есть активация. Берем и смотрим, какой участок изображения влияет именно вот на этот вот участок уже свернутого представления. То есть, строим рецептивное поле для этой области. Что такое рецептивное поле, я объяснял или нет? Ну, вы слушали? Нет? Хорошо. Вот у нас есть, представьте, свертка. У нас есть тут какая-то активация. Вот сюда попала одна точка, да? На эту точку повлияли точки вот отсюда. Так? Дальше на каждую из этих точек повлияли какие-то точки, ну, вот из этого представления. Получается, что вот для этой точки на нее повлияли вот это умножить вот на это по размеру. Ну, и так далее. Можно подняться целиком до изображения. Понятно теперь, что такое рецептивное поле. То есть, тот участок изображения, на оригинальном изображении, который потом, ну, или на предыдущем слое, который влияет на конкретную область в каком-то глубоком слое. Вот. Что интересно на этой картинке можно рассмотреть? Давайте. Какие-нибудь выводы можно хорошие сделать? С последних? Да, что он выделил не просто какие-то рандомные участки изображения, а участки изображения, в принципе, которые обводят какой-то объект. То есть, получилось, что семантически значимый объект у нас в центре. Давайте напомню, мы взяли сеть, натренировали ее, получили какие-то веса. Оно хорошо классифицирует. Дальше мы изучаем, что из себя эти веса представляют и что вообще сеть примерно пытается делать визуально. Вот. Получилось, что раз она обучилась хорошо определять собак, то она, судя по тому, что у нее есть максимальные активации, у которых рецептивное поле расположено как раз по фондинг-боксам вокруг собаки, как-то умеет на изображении находить, где именно собака. То есть, даже не то, что это собака, а где именно собака. Это некий такой для нас звоночек о том, что нейросеть, наверное, неплохо еще и object detection занимается, не только классификацией. Вот. Давайте теперь посмотрим на такое представление. Называется эта штука T-SNE. Это некоторая компактизация полносвязных слоев. Вот у нас есть, ну помните, у нас сеть, да, полносвязные слои. Полносвязные слои живут в своем 4096 мер на пространстве, и нам непонятно, что там вообще происходит. Но каждому из этого вектора соответствует какое-то реальное изображение, из которого получился этот вектор после прогонки. Давайте посчитаем L2 расстояние в этом пространстве. И попробуем спроектировать это на двухмерное пространство так, чтобы отношения расстояния сохранились. Полностью это сделать не удастся, но так, чтобы ошибка была минимальная у этих спроектированных расстояний. И дальше на каждую точку в этом двумерном пространстве нарисуем какую-то картинку. И посмотрим. По идее, раз у нас вектора в том пространстве были близко, после того, как мы с соотношением величин этих векторов спроектировали двумерное пространство, тут они тоже будут близко. Если картинки были похожи, то и в этом двумерном пространстве они тоже должны быть похожи. Правильно? Ну, если эти вектора действительно хорошие, соматически значимые. Вот это большое изображение, сейчас, вот это. Это вообще, грубо говоря, изображение всех классов, взяты какие-то конкретные экземпляры. Давайте, есть представление гораздо более детальное. То есть тут изображение в целом похоже друг на друга, но нет таких явных переходов. Как, например, если мы приблизим вот это двумерное пространство еще ближе и посмотрим, какие изображения там получились близки друг к другу. Вот. Тут можно таким образом построить путь от, там, сканов тетрадей до автомобилей. Получилось действительно, что близкие картинки имеют близкое представление в двумерном слое, а значит и близкое представление в 4096-мерном слое, потому что мы пытались это сделать с сохранением отношений сторон, отношений расстояний. По-моему, довольно красиво. Единственное, что странно для меня, почему поля оказались так близко вот тут вот. Это, наверное, как раз наша ошибка с тем, что невозможно без ошибки склеить. Ну, вкралась какая-то ошибка. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, какая у нас часть изображения оказывается самой важной. Для этого возьмем изображение, возьмем серый квадрат, будем закрывать серым квадратом разные части изображения и посмотрим, какую вероятность принадлежности конкретно этому классу выдаст наша сеть. То есть мы пропустили картинку, у нас есть вектор вероятностей, да? Мы, например, определили, что это померанский шпиц. Отлично. Теперь возьмем, наложим какое-то серое квадратное изображение, прогоним через нейросеть, посмотрим на вектор вероятностей. Посмотрим назначение в померангском шпице и посмотрим, как он поменяется. Красные — это большие величины, то есть большие вероятности, синие — это маленькие вероятности принадлежности к лос-померанский шпиц в данном случае. Видно, что когда мы закрываем серым квадратом морду, то есть центр квадрата где-то тут, то точка на вот этом изображении — это значение вероятности при условии, что центр квадрата находится в этой точке. Когда мы квадрат двигаем как раз на морду, получается, что нейросеть с маленькой вероятностью угадывает, что это именно померанский шпиц. Она может угадать, что это там медведь, кошка, но что это именно собака определенной породы — нет. Вот. Довольно красивая штука. И отсюда тоже можно сделать представление, что сеть, в принципе, ну, представить, где расположен наш объект, и классифицирует не какой-то шум, а конкретно объект. Нет. Потому что если бы она классифицировала какой-то шум вокруг объекта, то другие бы участки тоже синели. Как, например, вот тут вот. Тут усинеют участки, которые связаны еще с порогом, воздухозаборником и, ну, короче, такими элементами кузова рядом, элементами кузова автомобиля рядом вот с колесом. Видно, да? Хорошо. Давайте теперь попробуем взять какую-то прохождение картинки через нейросеть, взять какой-то активации на каком-то слое, оставить только максимумы и восстановить обратно изображение. То есть из этой активации восстановить изображение обратно. Понятно, да, что происходит? Мы берем изображение, прогоняем, останавливаемся на последнем сверточном слое, смотрим на активации, оставляем в каждой активации, ну, в каждом вот этом, в тензоре, в карте. Только максимумы. А минимумы убираем, все зануляем. И попробуем прогнать вот эту свертку обратно. Ну, понятно, как свернули в одну сторону, понятно, как обратно тоже понятно. Ну, на веса в минус первый домножим, да. Единственная проблема у нас с MaxPooling слоями, потому что MaxPooling они берут максимум с какого-то элемента, с какого-то квадрата, и какое-то представление получается уже дальше. Ну, мы теряем вот тут локальность. Но мы можем запомнить для каждой картинки вот эту переключалку максимумов на каждом MaxPooling слое. То есть какие именно участки изображения прошли дальше через максимум. Вот эту вещь, она так, ну, как у нас тут, бинарное представление можно довольно компактно хранить одним числом. Вот, для каждой свертки. Понятно, да, что мы хотим сделать? Попробовать восстановить, что у нас будет. То есть у нас какие-то максимальные активации, конкретные изображения. Попробуем восстановить, что у нас будет. Давайте сначала посмотрим... А, короче, оказывается... Давайте тут расскажу. Оказывается, что, в принципе, вот эти карты активаций уже являются сами по себе неплохой фичой. То есть не там, не Full Connected слой какой-то. А вот просто запомнить карты активации через MaxPooling, если их довольно много, то сами вот эти вот MaxPooling, то есть позиции переключателей в MaxPooling сами себе являются неплохой фичой. То есть такой вот результат очень интересный получился. Но это параллельный результат, потому что основной, конкретно для нас интересно, это вот. Мы взяли для каждого слоя какие-то участки изображений, которые конкретно в этом слое давали максимальную активацию ну, для каждого элемента там тензора нашего, фильтра. Понятно. И смотрели, какие изображения у нас получаются. Вот взяли первый слой, да? Посмотрели... Прогнали изображение через первый слой, получили активации, взяли конкретную координату вот в этом вот... Вот в этом вот тензоре глубиной уже сколько? 96. То есть таких точек всего у нас 96 на 55 на 55. Для каждой из них там, не знаю, взяли какую-то одну случайную и посчитали для нее те участки изображений, ну, рецептивные поля, которые дают для... ну, в этом значении максимум. То есть мы взяли кучу изображений, прогнали, посмотрели, какое изображение дает максимальное значение, и взяли конкретно рецептивное поле, которое дает это значение, потому что не все изображение влияет, что у нас свертка там 11 на 11, поэтому это какой-то участок изображения. Понятно, о чем речь. Глубина меняется. Ну, размер поля... Нет, оно меняется, меняется его локация. Размер рецептивного поля не меняется. У нас есть изображение, например, 224 на 224. Мы его сворачиваем, получаем изображение 55 на 55. Ой, да, 55 на 55. Глубиной 96, потому что взяли 96 таких фильтров. Мы берем какое-то случайность 96. У нас получается 55 на 55 на 1. Берем там какое-то случайное значение. Прогоняем все изображения, и смотрим на это значение. Берем те картинки, которые дали тут 9 максимальных значений. Понятно, что не вся картинка сюда дает значение какое-то, а какой-то только участок картинки. Одни и то же... Там же его координаты будут, в смысле, да? Ну да, ничего страшного. Разные изображения получаем. Мы можем взять... Так... В чем? Так. Чего пытаемся добиться? Посмотреть... У нас фильтр размером 11 на 11 на 3. Мы сворачиваем его с изображением, получаем какое-то... А, ну, мы, в принципе, можем взять максимум... Не... А, да. Берем максимум не конкретно прогонных изображений для конкретной этой координаты, а максимум со всего слоя. На 1. Да, сори. Вот так. Берем максимум, берем 9 самых максимальных значений. Там мы как раз получим, какие фильтры дают максимальную активацию в этом месте. Понятно, да, теперь? Да, сори. Не конкретно вот этого значения. Ну, в принципе, если конкретно этого значения, тоже получили бы что-то красивое, но вот так мы получили по всему изображению, то есть мы могли бы, в принципе, получить максимум для одного изображения с разных участков этого изображения. Ну, такое могло бы быть. Вот. Так. Давайте. Вы куда-то все в телефоны ушли, и меня совершенно потеряли, похоже. Что значит вот эта картинка? Кто-нибудь не может объяснить, кроме Славы? Да, хорошо. А почему получились... Почему получились для разных не изображений, а для разных кусков слоев из этих 96 слоев? И получились, соответственно, разные участки изображений, которые давали максимальную активацию на разных из этих 96 фильтрах. То есть 96 разных фильтров. 96 максимумов. 96 групп максимумов. Группа максимумов стоит из 9 штук. Ну, так вот мы сделали. 9 топовых дали. Для каждого свертки тут их не 96, потому что я обрезал картинку. Видно, что картинки получились одинаковые, и все хорошо. И что они довольно простые семантически. Да, это может быть структура, это может быть даже цвет. Это, ну, какая-то мелкая структура, какой-то цвет. Нет, ну, какая-то может быть комбинация структуры цвета. Переход из синего на красный. Окей. Ну, самое главное, там, направление градиентов и их резкость. Это одно из самых главных, что она выделяет. Так, у меня что дальше так? Ну, окей, хорошо. Вот это уже для более глубокого второго слоя. Тут уже добавляется... Ну, во-первых, картинки стали более симпатичные, более похожие на что-то, какие-то участки реальных изображений. И давайте теперь попробуем вот эти максимальные активации сделать вот по этому алгоритму, прогнать наверх, посмотреть, что получается. Чем дальше мы идем, тем более семантически нагружены становятся эти участки. То есть, грубо говоря, если подать на вход нейронной сети какое-нибудь изображение из вот этих вот, то получится, что все остальное ноль, а какая-то активация на третьем слое у нас получилась единственная максимально единичная и хорошая. Вот. То есть можно посмотреть, когда нейросеть научилась находить те или иные паттерны на изображении. И какие она именно научилась находить. Ну, она находит там не абы что, она находит в какие-то похожие штуки, и она может даже их воспроизвести в какое-то реальное изображение. Тут серый — это 128, соответственно, изображение цветное, потому что мы восстановили обратно в трехканальное изображение. Что-то синее, что-то красное. В целом выглядит как-то так. Когда мы пойдем глубже, мы получим уже какие-то совсем семантически значимые штуки, типа вот морды собак конкретной породы. а просто морды собак, ладно. Вот тут хороший пример, что там разные породы активируются немножко по-разному. В разных слоях. То есть, по сути, это какой-то там номер слой. Ну да, я не знаю, просто видно вам или нет, но тут прям вот эти мелкие получились прям некоторые морды собак. Ну, это и логично, что эти изображения получились похожи на эти, потому что мы взяли эти максимумы, прогнали обратно, получили то, что получили. Ну, вот тут вообще хорошо видно морды. То есть, в некотором смысле, это такая реализация мешка визуальных слов, что вот эта вот сеть, на этом уровне находит вот такое сложное визуальное слово. А давайте посмотрим то, насколько быстро эти признаки умудряются реализовываться во время обучения. То есть, мы берем и проделываем ту же самую операцию, только на разных эпохах. То есть, начальная сеть, она плохо классифицируется, потом с эпохами все лучше, лучше и лучше становится. Все веса устаканиваются. Например, первые слои довольно сразу показывают свою структуру и довольно быстро показывают свою структуру, в принципе, могут ее не менять. Но некоторые этих слоев эту структуру меняют. Как, например, эпохи, да, слева направо. Например, вот этот изначально был желто-синий, а потом стал синий-красный. Ну, такой бирюзовый, не знаю, цвета. Зелено-красный. Вот. Тут у нас была еще какая-то шахматная структура, потом она выродилась в линейную структуру. То есть, ну, посчитала нейросеть, что такие веса более оптимальны, чем такие. Хотя, ну, иногда она не перестраивает. Как тут линии, более четкие линии выстроились, так и выстроились, и все. Второй слой тоже довольно быстро научился, тоже довольно изменчив. А вот более глубокие слои обучались все медленнее. Например, уже третий слой, изначально там был какой-то шум. Там, где уже на первом слое выстроились какие-то структуры и на втором слою. Если мы посмотрим дальше, то тут совсем все плохо. То есть, на пятом слое какое-то зарождение семантики происходит уже на довольно дальних стадиях обучения. То есть, в принципе, мы могли бы взять, остановить сеть, обучаться где-нибудь вот тут, дать совершенно ей другие картинки. Она бы какие-то простые структуры смогла извлечь, а уже вот эту сложную семантику, когда уже верхние веса подстроились. Она бы подстроила уже конкретные картинки чуть позже. Ну, так, условно говоря. Ага. Вот. Вот это довольно интересный такой результат визуализации. Что сеть находит семантическую значимость немножко позже. Хорошо. Давайте теперь посмотрим на то, как можно обмануть сеть. Adversarial Neural Network это такая... Там вышла в 2000, по-моему, там, в 13-м, что ли, году такая статья. Как бы нам поменять картинку так, чтобы нейросеть полностью запуталась. То есть, слева картинка распознается правильно. Ну, то есть, там вот школьный автобус, кто это там, не знаю, перепелка, куропатка. О, точно, куропатка, дом. Вот. А вот это все нейросеть считается страусами. М? Хотя, ну, визуально для нас это одно и то же. Вообще, абсолютно одно и то же. Вот это просто карта изменений, ну, то есть, то, насколько мы поменяли значение пикселя, умноженное в 10 раз. Ну, там была идея такая, что мы хотим сделать какое-то изменение минимальное, чтобы получить другой результат у нейросети, конкретно даже результат страус у нейросети. Ну, то есть, тут можно было начать заспомневаться, что до этого мы говорили, о, нейросети работают, клево, там обучают семантические признаки, а тут, как бы, на тебе. И это, с одной стороны, расстроило, с другой стороны, ну, нормально, еще данные для аггументации, давайте менять картинки каким-то таким образом, чтобы вот нейросети все равно научились классифицировать даже вот после таких изменений. Это породило... Вы знаете, что такое генеративные нейросети? Блин, серьезно? Ну, ладно, хорошо, в следующий семестр узнаете, кто придет. Значит, важно, что мы увидели на картинках, что признаки высоких слоев, глубоких слоев имеют большее семантическое значение. Можно наблюдать, как они обучаются в процессе обучения нейросети, как они проявляют себя. По первому представлению, видно, что нейросети научатся локализовывать объект, вот по этим двум фишкам, когда мы там квадратиком закрывали, и когда мы смотрели максимальную активацию и строили для нее рецептивное поле. Идея деконволюции используется, конечно же, сейчас. Ну, собственно, да, для, например, локализации, ну, и вообще много для чего не учиться на этом останавливаться. Ну, и вот эти adversarial, соперничающие нейросети, это дали довольно, ну, то есть все вот эти вот многие красивые результаты сейчас как раз получаются из того, что мы учим одну нейросеть, обманывать другую, а потом ту нейросеть учим, чтобы она снова научилась разгадывать обманы первой. Таким образом, соревнования заключаются в том, кто кого-то обманывает, при этом одна и вторая становятся сильнее и мощнее, и могут давать всякие интересные и красивые результаты. Например, ну, можем заставить нейросеть генерировать изображение. То есть вы берете какой-то шум, она пропускает его через лица, получается изображение. И та нейросеть должна сравнить два изображения и сказать, похожи они там или не похожи. Сначала одна учится так, чтобы нейросеть говорила, что они похожи, потом вторая нейросеть смотрит на эти два изображения, на входные два изображения и учится отличать, когда мы дали два похожих, ну, в смысле, когда мы дали естественное изображение, например, изгенерированное. Она теперь обновила свои веса, и дальше та сеть, которая генерирует, должна тоже проявить себя с той стороны, чтобы обмануть ту, которая умеет отличать, сгенерированная от настоящих. Вот. Ну, что, пробежимся быстро туда по архитектурам. Первое, самое знаменитое, AlexNet. Все просто. Дальше, после AlexNet, еще появилась такая интересная штука, что, в принципе, вот эти fully connect лайеры, они очень чувствительны к тому, какого входного изображения было размера. Как бы можно было попробовать победить нейросеть, в том плане, что можно было бы подсунуть изображение любого размера, чтобы, ну, свертком-то пофиг, какого изображения размера она будет сворачивать, 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 получать какой-то размер в итоге, правильно? Окей. А вот тем, которые fully connect, это им нужно вот 4096 пикселей ровно. значит, нужно где-то вставить, то есть, можно либо как-то случайно обрезать изображение, брать центр, растягивать и получать какой-то результат, что тоже будет работать, а можно попробовать придумать какой-то хитрый слой, который будет из слоя произвольного размера делать слой конкретного размера. Этот слой special pyramid pooling называется. Что там происходит? Вот мы берем изображение, берем там последний сверточный слой и перед fully connected последний сверточный слой преобразуем к вот такому вот виду. Мы берем изображение, делим его на 16,4 и 1, то есть, у нас есть 256 слоев активаций после последнего фильтра. мы для каждого слоя для каждого вот этой активации для каждого слоя активации делим его там 21 участок получаем фичи вектор а в качестве значения тут мы берем как вы думаете что? то есть, у нас есть слой мы делим его на 16 частей и дальше хотим получить какое-то одно число максимальное среднее хуже максимальное хорошо либо сумму максимальная сумма хорошо подойдет как раз из той идеи что у нас активации они довольно компактно представлены тут то есть не знаю мне кажется просто если мы среднее вот отсюда и среднее вот отсюда они будут разные потому что тут больше пикселей а тут меньше а сумма у них будет одинаково если брать представление компактности вот но если бы развешенную сумму то да разницы конечно нет ну максимум тоже хорошо подходит вот итого у нас получается мы из этих слоев такие фичи векторы а они уже имеют определенную конкретную длину та же самая идея пирамид которая у нас из пирамиды гистограмм пирамиды мешка визуальных слов и дальше мы уже этот слой подаем fully connected и пошла пирамиду в смысле нам надо определенный вектор получить ну вот да вот он такой ну в смысле 266 но мы не знаем как разбить ее руками каждый раз там в смысле мы берем относительному в относительном значении разбиваем нет я имею ввиду что до какой степени разбивать у нас а ну это как ну вот оригинальная статья подразумевала вот что мы разбиваем на 21 одну часть в зависимости от размера изображения в смысле да нет всегда но какая разница то будет огромное изображение относительно его поделим это может нет может быть можно натренировать какую-нибудь сетку которая бы в качестве параметра подбирала разбивку тут и тогда она как раз будет видимо заниматься локализацией объектов о чем вы говорите вот хорошо но оригинально так дальше поехали дальше пришел VGG всех порвал VGG это глубокая сеть она в принципе похожа ну то есть тут проблема в том что в AlexNet особо глубину не понаращиваешь потому что мы уже тут все свернули и получили по сути что вот тут у нас рецептивное поле для какого-то активации это целое изображение что не очень хорошо особенно глубину наращивать смысла не было вот и пришли к тому что ну давайте делать свертки маленькие 3х3 делать их много и тем самым нарастить глубину значит глубина вырасти значит семантическая значимость признаков на более глубоких уровнях еще вырастет рело активация будет производиться чаще значит больше нелинейности будет в сети да и вообще свертка 3х3 оказывается более удобно чем две свертки 3х3 это круче чем свертка 5х5 почему потому что свертка 5х5 это у нее 25 параметров и при этом рецептивное поле такое же как у двух сверток 3х3 а у двух сверток 3х3 у нас 9 плюс 9 18 параметров а если мы пойдем допустим 3 свертки 3х3 против свертки 7х7 поставим то тут тоже свертка 3х3 победит вот ну и маленькими свертками и но при этом тут понятно у нас проблема в том что изображение оно стоит довольно таки большим по сверток 3х3 там мы сразу 11х11 взяли и с размером сильно жали ну max pooling никто не отменял берем max pooling тут есть ошибка на слайде тут fully connected 1000 нет 4096 но это неважно так дальше пришел гугл со своей отличной идеей network in network он же inception в чем заключается суть что давайте между сверточными слоями вставлять небольшой персптрон ну то есть у нас есть дальше персптрон большой а тут мы давайте ставим персптрон еще перед сверткой маленький классификатор локальный который что-то там научится классифицировать ну он и научился персптрон собой представляет что мы берем изображение накладываем фильтр и ну не просто отдаем сюда значение как вот тут пропускаем через какой-то fully connected layer и потом уже выдаем значение в качестве персптрона вот в этом случае нам хорошо подошла хорошо подошла а вот свертка один на один свертка один на один это очень мощный инструмент потому что тут она позволяет делать fully connected layer в одном но это не самое крутое преимущество в чем тут почему свертка один на один ведет себя тут как fully connected layer кто-нибудь может объяснить что вообще такое свертка один на один ну да почему она ведет себя тут ну потому что это взвешенная сумма выхода фильтра какого-то локального не там по-моему тут не совсем корректная картинка похоже сейчас у нас там блин нет красивой картинки значит как там происходит у нас есть свертка нет ну у нас есть картинка есть дальше свертка один на один со всей картинки получили одно число подожди ты после свертки три на три больше чисел получаешь по свертке один на один мы должны после картинки получить картинку то есть вот у нас есть тензурок какой-то да мы берем свертку один на один чего мы получим на выходе если она имеет такую же глубину как вот это да вот этот вот элемента получим просто одну картинку правильно если мы возьмем таких сверток какое-то количество мы получим такое же количество этих картинок вот тем самым мы можем варьируя количество этих фильтров один на один которые мы берем уменьшать и увеличивать размерность вот этого тензора например если у нас тут 256 до было глубина а мы потом делаем свертку 5 на 5 то количество параметров получается 5 на 5 на 256 очень много но мы можем взять 256 с помощью этого фильтра один на один перегнать в размер 64 например да там сделать свертки 5 на 5 а потом обратно разжать на 256 помощью фильтра один на один ну смысле мы просто сэкономили количество параметров потому что фильтр один на один мало параметров получится один на один на 256 плюс 5 на 5 на 6 а на 64 плюс 5 на 5 на на 64 на 64 плюс 64 на 1 на 1 256 против получается 26 на 5 на 5 на 256 что прям очень большое число вот а тут мы всего 64 на 64 умножили что тут происходит у нас есть слой мы берем делаем свертку 1 на 1 делаем свертку 3 на 3 делаем свертку 5 на 5 мы берем эту свертку делаем с зеропатингом поэтому изображение после свертки получать нонизирую даже там пэддинг состоит из повторения края фильтры после свертки после этих прохождения этих фильтры имеют одинаковые размеры все дальше мы берем вот эти тензоры просто конкатинируем получаем большой тензор и дальше с ним работаем это позволяет нам получить какие-то семантические штуки разного размера то есть в масштабе 3 на 3 5 на 5 11 11 все маленькие 35 на 5 сильно больше вот в реальности все работает не так как я уже говорю эти слои довольно толстая и делается еще свертка один на один перед тем как делать свертку 3 на 3 вот или 5 на 5 дальше у нас есть такие модули то есть тут так тензор там в огромный тут и огромный тензор уменьшаем размеры с помощью макс пульлинга потому что тут у нас размеры одинаковые и вот дальше эти блоки повторяем друг за другом через макс пульлинг и до выхода плюс у нас есть еще вот мне нравится название статьи типа google network with all bells and whistles на русский хорошо переводится видимо whistles это которые которые прогоняют то есть как который вот эти в лачке обелс это вот эти вот что вот это за тросточки такие это на самом деле выходы это google сети которые пытаются классифицировать уже вот-вот вот тут вот на раннем этапе что это позволяет сделать это позволяет задухающую ошибку отсюда догнать до верхних слоев то есть мы ее догоняем ошибками вот отсюда добавляем ошибки отсюда и backpropagation работает с более то есть вот эти слои до них доходит вот эта вот ошибка отсюда тоже каким-то образом вот вот в принципе говорят вот эти слои не нужны и работает и так но оригинальной статье со всеми колокольчиками вот это это то же самое что вот это софт максы ну то есть мы сравниваем с выходом мы пытаемся сразу классифицировать как бы вот не очень глубоко да из каждого из такого чести водопады до ошибку догоняем наверх не но мы сравниваем вот тут нам интересно конечный результат тут это только для того чтобы ошибка поддобавилась да можем потому что что-то можно говорю вот это можно еще не нужно говорят можно выкинуть работать будет также просто будет работать не но она работает с картинками стандартного входа то есть тут все четко тут тут нет спешил пирамид пулинг слоев вообще ну вот такая глубокая архитектура не уверен ну маленькая на то и маленькая что не знаю не пробовал в inception пихать 3032 можно сказать как conception с сифаром справляется сифар это коллекция очень маленьких изображений 3232 как раз вот о вот это сквизная то она как раз вот эту помните идею с один на один бояном использую для того чтобы уменьшать количество то есть уменьшать количество параметров в сети но плюс есть такая штука как deep compression это когда мы веса в сети пытаемся как-то сжать первый способ сжать веса в сети выкинуть ненужное то есть это с веса которые в смысле есть какие-то веса которые плохо работают можем их выкинуть вторая штука которая можно сжать веса это квантизация то есть веса это какие-то флоты берем эти флоты и квантизуем на как вот гистограмм устроим грубо говоря квантизуем на какие-то промежутки и третье это коды хаффмана знаете что это такое правильно назвал вообще вот что мы берем самое часто стреляющее число кодируем самой короткой последовательностью так как у нас много нулей то это выстреливает ну нули легко закодировать одним числом а так 0 это был целый флот так это один бит просто ноль вот тем самым сеть которая изначально весит 240 мегабайт со своими весами можем с помощью сквиз на это техники deep compression сжать до полу мегабайта и спокойно закачать на телефон конечно при использовании она уже будет больше несколько но закачать можно вот но нам нужно пойти глубже но чего 22 слоя не о чем вот microsoft пятнадцатом году представил нам резнет residual network alixnet 8 слоев и джи 19 слоев ну можно инцепшн поставить 22 слоя резнет 152 слоя но но как же ошибка она там уменьшается доходит до верхних до нижних до начальных слоев что же нам делать да такая проблема есть и вообще проблема есть в том что если мы будем добавлять сверточные слои в ту же виду жи довольно простую сеть то в какой-то момент ошибка на тесте начнет возрастать количеством слоев то есть когда-то у нас а что на ошибку в этом тесте возрастает это проблема и наверное а даже ошибка на тренинг начинает возрастать вот ошибка на тренинг возрастает это не от переобучения это того что у нас ну очень много слоев и сеть просто не справляется это вот на коллекции цифар ну можно подобрать какое-то оптимальное количество слоев но обычно оно оказывается там как раз в районе 20 для цифара для имиджнета там что-то вроде 34 вот поэтому просто наращивать количество слоев там биджи джи это не получается нужно что-то другое давайте посмотрим что если мы возьмем какую-то сеть которая хорошо у нас классифицирует биджи пускай будет тут по моему биджи джи как раз и просто добавим слои которые ничего не делают просто ну ничего же не изменится ну как бы вот слой у него 0 1 понятно веса как расположены что у него только в центре единицы вокруг сонулиют прогоняется все пожалуйста все этим много слоев также классифицирует как сеть мало слоев давайте ее немножко еще подучим машина еще начнет лучше классифицировать и нет она не классифицировала лучше тогда дошли до того что ну короче да все градиент тухнет ничего не сделать а потом на самом деле сделать давайте короче прокидывать на активацию не только выход с такого слоя но и сам сами значения то есть обучать будем не конкретно выходы да а добавку а добавку обучать уже проще вот вот можно в принципе выглядят эти куски аризон это как-то так то есть по сути у нас есть какой-то сигнал который по одной ветке обходит по другой ветке проходит через добавку тут суммируется и идет дальше через релу так вопросы давайте как а потому что мы добавку легче обучить чем вот это полное преобразование у нас вот эта сеть изначально нашу правильную классифицирую да значит нам не нужно особо сильно ничего менять но когда мы начинаем менять она сразу как-то запутывается уходит и ошибка на тесте в изнотрении возрастает тут у нас как бы все в порядке ну и плюс ко всему по этой ветке ошибка доходит до верхних слоев гораздо лучше потому что по этой ветке понятно она тухнет а вот по этой ветке ошибка нормально таки доходит до верхних слоев ну да слоев которые прям непосредственно рядом с изображением не-не-не это вот такая вот вот этот вот повтор вот если посмотреть вот это просто пунктовое число самое большое также неплохо работает и 52 и 100 просто 52 до лучший результат все да просто просто наращивали почему после 152 результат не рос я не знаю возможно уж там уже очень большая сеть получалось на довольно громоздкая получается там много весов ну потому что вот эти штуки 3 на 3 на 64 и это там там сто раз буду больше нет на microsoft типа ну ну ладно не ну дело наверно не в памяти а все таки в том что окей ну и чё у нас есть у нас есть и того что алекс нет 8 слоев тут у нас тоже некоторые модифицированы алекс на я тринадцатом году 8 слоев ведь gg 19 слоев ошибка 7 и 3 google нет 22 слоя ошибка 6 и 7 и резнет 152 слоя ошибка 3 57 теперь у меня так вроде а ну да тут нету результатов последних двух годов вот сейчас ошибка 0 0 23 то есть 2 и 3 процента это уже ансамбли а вот это был брать из google у него тут было 0 3 он и цепшен в 4 то есть вот эта же архитектура не 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 резидуал а инцепшен архитектура только еще более громоздкая там он состоит не из похожих одинаковых блоков а и такой блок такой блок и мы их как бы так вот так сделаем потом вот так сделаем потом тут еще справа в общем да там парни запарились но главным microsoft было сделать и у них получилось ну значит вот вопрос был типа все это под одну конкретную задачу с одной стороны да с другой стороны мы берем эту сетку берем перед fully connected лаером все что получается заменяем выкидываем fully connected лаеры подставляем оставляем веса вставляем другие fully connected лаеры меняем данные они хопа снова решают нашу задачу то есть нам не нужно менять веса которые обучились на сверку нам нужно менять как-то до обучить веса только которые fully connected лаере и тоже можно до обучить то есть мы не в пропагейшн у нас остановится в данном случае не не пойдет сюда да стоит вот тут вот на минус втором шаге и дальше мы не будем ничего менять это и быстро а те веса получились такие клево они там разные там ноздри собаки если левая больше правой там какой-нибудь наверняка есть этот сверточный слой вот быстро прошел себя по архитектурам но в принципе важной частью была и первая часть значит это все это последний слайд даже нас есть свертки один на один которые позволяют нам управлять сжатием растяжением ну вот это вот для того чтобы уменьшать количество параметров важное достижение это резидиал нейрол нетворк которая использует добавление обучения некоторых добавки они конкретного выхода ну и ну и короче в практическом применении вот это то что я сейчас рассказал гораздо менее значимо тем то что я рассказывал на предыдущей лекции где говорил про разные методы оптимизации про разные методы задания весов про способы задания весов и про вообще про то как как надо обучать да ну как вообще стоит обучать данные я не говорил про важную штуку как dropout слой dropout слой позволяет нам не до обучиться то есть не вне переобучиться не до обучиться это значительный слой не переобучиться то есть мы в какой-то момент в этом слое просто выкидываем какую-то случайную часть но зануляем случайную активацию нейронов и так получается что ну вопрос говорил я хорошо зануляет добавил я не объяснял что там получается такая история что допустим если мы что будет если мы половину нейронов будем долгое время занулять то есть не каждый раз случайно узнать а долгое время половину нейронов потом другую половину долго нейронов занулять долго время по сути мы натренируем такие две нейросети которые будут решать одну и ту же задачу правильно а потом мы убираем вот этот dropout барьер и получается на сигнал лечит две нейросети получается мы суммируем все на softmax слой получается это должно работать лучше чем если бы мы не нулили у нас получается две нейросети которые решили на ту же задачу у них как бы ошибка получается примерно такая же как у оригинальной нейросети получился такой ансамбль мы смогли построить просто за счет этого слоя их нет еще некоторое объяснение того почему это полезно и почему это должно почему это работает по моему да всегда случайные да не знаю может попробовать статью можно пишешь я не знаю там примерно так это и работает но я думаю конечно это уже пробовали но я ничего не могу сейчас сказать про самые минимальные веса так важно про режим обучения про то что за learning rate у меня следить надо я говорил про аугментацию данных я ничего не говорил понятно ли словосочетание аугментация данных кому понятно я неправильно да говорю да да ну короче когда мы портим наши данные добавляем там всякие засветления добавляем шум обрезаем поворачиваем как-то все это но мы знаем правильный ответ для то есть у нас есть картинка да они сейчас что там хорошие но мы можем взять картинку пробовать ее испортить но мы знаем какой должен быть ответ у нейросети тем самым мы немножко размножаем данные искусственный датасет и делаем сеть более устойчивы к всяким родам шума вот это тоже можно использовать этого у вас в принципе очень много сейчас есть инструментов как можно было бы улучшить какую-нибудь очень простую нейросеть и ваше задание на оставшийся курс будет обучиться на датасете дорожных знаков То есть вы можете взять готовую нейросеть, попробовать отрезать веса, да, обучить на дорожных знаках. Можете взять пустую нейросеть, задать веса, случайно обучиться на дорожных знаках. Последний дедлайн будет однаковый для всех. То есть правило про 5 дополнительных дней отменяется, по сути, которые у вас могли быть. Ну, потому что глупо делать финал конкурса, как бы, разный для разных людей. Нет, нельзя. Все. Ну, вы молодцы, вы все, кто сдал, все сдали. Всем, в принципе, этих 5 дней хватило. Просто в последнем задании это не нужно. У вас есть один четкий дедлайн, к которому нужно все сделать. Он одинаковый для всех, данные у вас у всех одинаковые, поэтому так работает конкурс. Вот. Сделать это нужно будет двумя способами. Первым способом можете… Ну, кто-то может более хорошо сделать первым способом, кто-то может более хорошо сделать вторым способом. Первый способ — это использовать классическое компьютерное зрение для этого. Второй способ — это использовать все то, о чем я сегодня рассказывал. Умоляю вас, не надо брать резонет 152 и пробовать обучать его на дорожных знаках. Начните с архитектур, которые работают на маленьких изображениях. В принципе, да, попробуйте… Ну, потому что если вы попробуете засунуться в AlexNet, тоже ничего хорошего нет, потому что маленькие там знаки, по-моему, 48 на 48, да? Ну вот. Ожидаемый результат, который хочется получить, это типа 90%. Этот сколько там у нас, этот, бенчмарк? 43. 43 — это нейронные сети, бенчмарк компьютерного зрения, классического компьютерного зрения ты не делал. Окей, ну классическое компьютерное зрение можно вытащить больше, чем 43. Вот. Ну, чего? Ладно, 90 я загнул, что у вас не получится, наверное. Там же есть, да, знаки, которые очень редко встречаются? Ты не выфильтровал их? Ну, ладно. Там есть как-то… А, тоже такое бывает? Это фигово. Ну, вот. Ну вот. Хорошо, давайте вопросы есть какие-то? По сегодняшней лекции, по курсу в целом… А, соревнования уже открытые, да? А ты уже создал домашку? Вы, то есть, ее видели уже? А кто-нибудь датасет качал уже? Ленивые, а, создания? Ладно, не не ленивые. Хорошо, ленивые — это… А, ну хотя да, не это, не любопытные какие-то, типа, что там вообще за данные посмотреть. Там же маленький, сколько там? Да, а сабмишены должны быть с тем, типа, классикал и этот. Ну, плюс ко всему, код мы тоже будем смотреть. Будем… Хочется, чтобы у вас был какой-то классический сабмит, который воспроизводился кодом, который написан у вас для классического решения. И то, и то. Да, это будет отдельно оцениваться. То есть, мало баллов будет. Зато 15 и за это 15. Ну, потому что, ну, то есть, работает это довольно просто. Самое сложное вам будет — это вам подготовить данные так, чтобы их сожрал TensorFlow. А дальше все, то есть, оно дальше уже, дальше уже все написано за вас. Куча ноутбуков, которые умеют все это делать. То есть, там сложность будет из того, что вы не будете просто from какой-нибудь Sky… с SciPy, импорт, какой-нибудь классикал датасет, и потом загнать его в нейросеть. Вам нужно будет, типа, открыть папочку, собрать картинки, положить их там в определенную матрицу и подать. Ну, разобраться с форматом входных данных. Поэтому нейросетевое задание довольно простое. Но если вы хотите хороших результатов, то вам нужно будет пробовать менять методы оптимизации, менять случайные методы инициализации весов и, ну, что-нибудь. Может быть, слои какие-нибудь менять, может убирать какие-то слои. Потому что я говорю, что не всегда много слоев — это хорошо. Менять светки, чтобы 48 на 48 лучше заходило, потому что AlexNet принимает 224 на 224. Вот. Вопросы? Еще? Можно, короче, в нейросеть не принять? Как я тогда это должен оценить? Ну, нейросеть поверх фичей на обычном компьютерном зрении. То есть перцептрон просто построить? Ну, это... Я бы наоборот хотел, типа, сверточные сети выкинуть, последний слой засунуть в SVM. Это, типа, ну, good practice, так раньше делали. Тоже можно попробовать. Можно сказать, что это слой картинки на коднировке подавать? Какие же фичи от хога? Фичи от хога, а потом свертками что-то делать? Нет, ну это бред какой-то. Зачем свертки-то? Там свертки не нужны больше. Перцептрон. Ну, просто обычный перцептрон. Ну, можно использовать обычный перцептрон в классическом компьютерном зрении. То есть, в принципе, мы также получаем фичи, но дальше используем не random forest, не SVM, а перцептрон. Двуслойный. Вот. Но это, получается, так классическое решение. Тут именно свертки имеются в виду. То есть, нужно как-то подобрать комбинацию max-пуллингов, сверток 3 на 3, 1 на 1, так, чтобы было и компактно, и хорошо, и решало. То есть, в принципе, будет оцениваться там по очень многим параметрам. И ключевым параметром не будет ваш score на кегле. Хотя он будет напрямую влиять от того, насколько сильно вы закопаетесь и сделаете хороший результат.